Дорогие друзья, братья и сестры, поздравляю каждого из вас с наступившим, наступающим 2022, а также с Рождеством. Я хочу пожелать вам такую странную вещь, быть более доверчивым друг другу. Меня на самом деле очень сильно последние годы напрягает возросшая степень недоверия людей. Вот мне раньше спрашивали, например, Алексей Владимирович, можно взять твои фрагменты роликов, ну там для какой-то нашей программы или чего-то там, фильм включить? Я всегда отвечал, да, конечно, можно. Ну и как бы люди уходили, брали счастливые. А теперь мне приносят бумагу, которую я должен подписать, что я действительно соглашаюсь. То есть выражает тем самым недоверие моим словам, что вот я сказал можно, но потом возьму и передумаю. Но вот как бы недоверие, оно человека оскорбляет на самом деле. Я понимаю, что там какая-то процедура, что им редактор не позволит. Это я все понимаю. Я даже как бы уже с этим смирился. Но просто вот если вы можете выбрать между тем, чтобы доверять и тем, чтобы не доверять, попробуйте доверять. Да, вас будут кидать. Меня тоже иногда кидают. Я тоже разочаровываюсь в людях время от времени. Лучше в эту сторону ошибиться. Ну и вот по этому поводу у меня есть одно любимое стихотворение, одно из самых любимых вообще моих стихотворений. Оно даже поэма фактически. И я даже помню его почти наизусть. Оно относится совсем к другому времени. Написано в глубоком Советском Союзе. Но главный посыл, он на самом деле как нельзя актуален. Сегодня вот в это время разобщение всеобщего, да. И недоверие разъединения людей. Там замена общения личного вот этими всеми приборами. Какого-то такого атомизации. Вот в это время оно очень актуально. Я сейчас попробую его зачитать прямо по памяти. Александр Галич. Признание в любви. Я люблю вас. Глаза, ваши губы и волосы. Вас усталых, что стали до времени старыми. Вас убогих, которых газетные полосы, Ежедневно бесстыдными красят фанфарами. Сколько раз вас морочили, мяли, ворочали. Сколько раз соблазняли соблазнами тщетными. И как черти вы злые, и как ветер отходчивые. Я люблю вас, люди. Будьте ж доверчивы. Она стоит, печальница всех сущих на земле. Стоит, висит, качается в автобусной петле. А может, это поручни? А впрочем, все равно. И спать ложилась к полночи, и поднялась темно. Всю жизнь жила, не охала, не кляла белый свет. Два сына было сокола, обоих нет, как нет. Один погиб под вислою, другого хворь взяла. Она лишь зубы стиснула и снова задела. А мужа в поть мельдиную распутиться смела. Она лишь брови сдвинула и снова задела. А дочь в больнице с язвою, и с дуру запил взять. И, думая про разное, билет забыла взять. И тут один с авоською и в шляпе поразит. С улыбкою со свойскою, геройски ей грозит. Он палец указательный, ей чуть не в нос сует. Какой, мол, несознательный у нас есть. Какой, мол, несознательный еще, мол, есть. Народ. Она хотела высказать. Задумалась, прости. А он как глянул искоса. Авоську сжал в горсти. И на одном дыхании сто тысяч слов подряд. Чем в шляпе, тем нахальнее. Недаром говорят. Он с миною канальскую гремит на весь вагон. Что с кликой, мол, китайскую, стакнулся Пентагон. Мы на гребне истории. Нам дуют в лоб шторма. А есть еще которые все хочут задарма. Мы на гребне истории. Без нас бы мир ослаб. А есть еще которые все хочут цап-царап. Ты, мать, пойми. Не важно нам, что дурость твой обман. Но фигурально каждому завезла ты в карман. Пентаг, монетка малая. Ей вся цена Пентаг. Но с неба каша манная не падает за так. Она любому лакома на кашу каждый лих. И тут она заплакала. И весь вагон притих. Стоит она, печальница всех сущих на земле. Стоит, висит, качается в автобусной петле. Бегут слезинки скорые, стирает их кулак. И вот вам вся история. И ей цена Пентаг. Я люблю вас. Глаза ваши, губы и волосы. Вас усталых, что стали до времени старыми. Вас убогих, которых газетные полосы Ежедневно бесстыдными красят фанфарами. И пускай это время в нас ввинчено штопором. Пусть мы сами уже до предела доверчены. Я прошу вас. Оставьте вы бдительность операм. Я люблю вас, люди. Будьте же доверчивы. С Новым Годом всех, друзья! И с Рождеством! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова